Речь идет о теодицеи, то есть оправдании бытия Божьего. Если мы действительно считаем, что Бог у нас устремлен к благу и желает для человека только добра и счастья, то тогда надо каким-то образом объяснить наличие большого зла, количество зла и несправедливости, которые творятся в мире. Но это в самом деле. Мы посмотрим на этот мир, и если мы решим, что Бог всемогущ, то мы не можем прийти в другое состояние, чем в состояние глубокого изувления. Наиболее четко это изумление показано в знаменитой главе братьев Карамазовых «Бунт». Там, оказывается, берутся именно детишки и показываются те, какие страшные мучения они потерпевают в жизни. Выпула чрезвычайно художественно, задевает за малейшие струны, и те, которые думают, что Достоевский православный мракобес, они очень сильно ошибаются. Например, Невзоров. Невзоров говорит, что он просто православный мракобес и фанатик. Это не так, потому что надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, что глава «Бунт» и «Великий инквизит» у Достоевского направлены исключительно против католичества, а не задевают также и православие. Но, безусловно, Достоевский это хорошо замаскировал, хотя бы по той простой причине, что его биография всем известна широко. Ну вот. Такова ситуация. То есть мы видим невообразимые мучения, которым подвергаются сотни, миллионы, десятки детей, совершенно невинных и не обладающих никакой-то виной, но тем не менее потерпевающие страшные мучения. Мы спрашиваем себя, что это за Бог такой, который позволяет такие вещи делать и творить с людьми, особенно с детьми. Значит, на это тоже точку зрения существует несколько. Но одна из них тем, что на самом деле христиане давным-давно вместо Бога поклоняются сатане, то они откинули и откинули Бога и поклоняются просто-напросто сатане. И кто же такую версию, интересно, расскажи. Ну, люди. Ну, естественно. Люди. То есть вот, и поэтому, как бы, одно из главных стремлений... Скажи так, есть логические варианты. Один из логических вариантов. Так вот, логические варианты, да, согласен. Да, люди. Что просто Господь Бог совершенно бессовестный, невообразимый садист. Ему просто это нравится. На самом деле есть такой человек, я не был такой Левашоп-академик. Он как раз считает, что эти христиане, любые христиане, там, кататолики или там, православные, что они поклонники смерти. Что мы говорим в этом смысле сатане. Ну, у него не он один. Но поклоняться смерти не одно и то же. Одно дело поклоняться подобному возрасту садисту, то есть вера в Господа-садиста. То есть мы действительно думаем, что это человек... Есть еще было древности течения, просто династическое, да, который считал, что материя, в принципе, зло. И тот, кто создал материю, не мог быть добрым Богом, да. То есть Бог, создавший материю, является, как бы, демиумом. Он, на самом деле, злой. Настоящий Бог другой, как бы, он, как бы, вышний, да. Он добрый Бог, а вот тот самый демиум, то есть тот самый, кто создал материю, тот злой Бог. И он нас поработил тем, что мы, как бы, тоже материальны, да. И наш дух томится в материальном теле, как бы, да, как в тюрьме. Сома-сема. Как в пыточной камере. Как в пыточной камере. То есть это представление, на самом деле, очень древнее, гностическое. Да. И вот подобного рода вещь, это то, что бросает в глаза. Но мы же думаем, что если Господь Бог благ, то тогда, действительно, нам надо его благость каким-то образом совместить с его... с невозможными страданиями, в первую очередь, детей, которые они испытывают в повседневной жизни. Это вот такова ситуация. Но Розен уже дал ответ замечательно удивительный, замечательно выдающийся, просто суперфилософский, что на самом деле дети не безгрешны, они рождаются греховными, и то, что они страдают, это нормально. Это да. Такой великий философ. Это да. И в главе бунта Достоевского тоже есть. Тут Иван говорит, но я не беру этот самый первородный грех. Тот самый, да? А вот Розен берет тот самый первородный грех. Но они действительно все прокляты в результате первородного греха, и поэтому все должны страдать. Но это странно, потому что люди разные... Все люди причастны первородному греху, но страдают все по-разному. Одним им дается больше, другим дается его гораздо меньше. И совершенно не становится непонятно, грех-то у них один, почему же отмерено им каждый раз. Нет, просто тут еще сразу вопрос возникает, а почему страдание это плохо? В православии поставлен вопрос, страдание это плохо или нет. И вообще-то говоря, в православии ответ неоднозначный. Да. Нет, но здесь вопрос идет о детях. То есть, что страдание это хорошо, это можно понять только в зрелом возрасте и осознать. Но ребенок-то не может осознать, это хорошо или плохо, для него это просто... Ну, ребенок, да, согласен. То есть, с точки зрения ребенка, страдание... Ты страдаешь, мой мальчик, ведь это тебе на пользу пойдет, да? На самом деле, даже во взрослом возрасте страдания, они, так сказать, можно как бы с неким знаком плюс поставить, или в том случае, если они не слишком сильны, когда человеку еще хватает сил на то, чтобы рефлектировать на свои страдания и как-то, так сказать, да, как-то по их поводу размышлять и так далее. Да, вот тогда они могут быть там как-то на пользу идти, а бывают же страдания, которые просто, так сказать, просто раскапывают в лепешку человека. Да, да. Это подобного рода вещь. В связи с этим сложно не вспомнить библейского йова, разумеется, да? Куда же мы без него-то? Там ситуация была такова, что был праведный перед Господом, награжденный всеми доблестями, то есть семьей, стадами, и успехом древнееврейский скотовод, да, и дьявол, то есть сатана, в смысле с этим, сатана вместе с Богом заключили по его поводу пари. Вот, то есть вот такова краткая эта история состоит. Сатана, в общем-то, говорил, вот эту простую вещь, говорит, он праведен и перед Богом, только потому, что он успешен, потому что у него стадаюсь, всякая штука, она лишила всевозможного рода успеха, и он проклянул Господа, и от него откажется. Ну и Господь Бог, будучи идеей абсолютного добра, тут же сделал Йову всевозможные гадости. У него отобрал несовменностадо, отобрал семью, отобрал, значит, все, что в случае. Не он отобрал, а сатана отобрал по, как бы, разрешению Бога. Ну да, это разницы нет никакой. Разницы нет никакой. Отобрали у него все, и покрыл его тело всевозможными болезнями. Вот. Ну, после этого его жена дает замечательный совет по хуле Господа и умри. Он от него отказывается, от него немеря, и он сохраняет ситуацию, сохраняет ситуацию вера в Бога. Как его интерпретируют, скажем, Киркегор или Наговицын? А интерпретируют таким образом, что Бог, это есть абсолют, абсолютный в самом себе лишен развлечения на добро и зло. И в том числе лишен развлечения на справедливое и несправедливое. И все, что единственное, чему научается Йо в этом самом эксперименте, это потому, что Бог есть абсолют, а не есть... Не абсолют, а господин. Ну, господин, да. А господин, что хочет, что я делаю. Ну, это тоже говорю, что я абсолютно. Потому что на самом деле здесь Бог выглядит неприглядно, да? Да. Вы видите, что если мы попытаемся понять, то есть Бог сначала дает, а потом отбирает, да, как бы, хочу, дай мне, то что отбирает. То есть он выглядит здесь, он действует неэтически здесь. Да. Вне этики как-то действует. Да, он безусловно... Ну, греческий Бог вообще, в принципе, вне, вне, вне ситуации этики, вне ситуации справедливости, вне добра и зла. То есть Господь внутри самого себя решен на... Ну, только именно ветхозаветный Бог был. Да, на различение на добро и зло, в нем и нет такого. Единственное, почему он научается, его в том, что он такого различения есть, что он есть и твой Господь, и только твой Господь. Нет, и заметишь, что если вот уже Бог вновь залить, и не такой. Ну, а какова разница? Нет, он сам попадает по ту этику, которую высказывает. То есть, и Бог точно так же... А он высказывает какую-то этику? Конечно. Какую? В христианстве считается, что Иисус Христос, он высказывает некоторую роду этику, да, которая, как бы, призывает действовать людям, и по которым действует Бог. То есть, Бог действует из любви и предлагает, чтобы люди действовали из любви. Понятно. И Бог, и люди теперь не в разных категориях, как, например, в этом рассказе о Йобе, где Бог, он просто абсолютный, он как бы за пределами человеческого понимания, человеческих оценок, оценок справедливого, там, добра и зла, и прочее. Да. И отдельно, другая категория люди, как бы, и Господины и Раблы. А здесь получается, что люди, на самом деле, и Бог в одной категории, там, Бог-Отец, а люди состоят в его семье, они являются его сыновьями. Ну, сыновьями, дочерей, в том смысле, детьми Божьими. То есть, и поэтому Бог точно так же подпадает под ту же самую этику, под которую подпадают и люди. И Бог любит людей, и люди любят Бога, и другие. Ну, я хочу заметить, что дети все равно страдают. То есть, ничего от этого не изменилось, как бы. Я хочу сказать, что страдание здесь понимается, как научение, да. Есть такое замечательное, замечательное, недавно прошедший фильм американский, называется «Племницы». Там у них, семейства умирает сын от рака. И они рапочут на Господа, занимаются тем, что везде-везде находят, похищают, пытают людей, для того, чтобы их родители понимали, что есть, что есть на самом деле, чтобы они испытали тоже такие же невыносимые страдания и поняли, что Бога нет. Вот такой есть «Племница», такой замечательный фильм с этим, с Росомахой в главной роли, да. Прямо Росомах. Ну, ладно. Такова ситуация. Тем не менее, опять, еще раз, как мы можем отнестись к подобному роду ситуации страдающего ребенка? Ну, первое, принять эту, значит, ситуацию как должное. То есть, грубо говоря, смириться со страданиями детей, абсолютно. И считать, что в данном случае Бог по отношению к нам и не к ребенку ведет себя так, как вел по отношению к его. Он же тоже там убивал его детей. Это первая позиция. Вторая позиция. То есть, первая позиция, Бог активно убивает ребенка. Да. Сознательно и активно, то есть, осознанно. Да. То есть, как поступал съем, так он по каким-то причинам, по своим выбрал каких-то детей. И осознанно их уничтожает. А иначе и нельзя. Иначе и нельзя. И первый вариант. Если он всемогущ, то он их убивает осознанно. Да. То есть, если к дельце не удаются. Да. Довольно-соно никак. Ты к этому можешь отнести. К дельце нет, но ты можешь принять его как Господа твоего, как Владыку всего сущего. Ну вот он таково. Что хочет, он с тобой сделает. Что хочет, он раскнет ребенка. Что прочее, он чинит ему невыразимые страдания где-нибудь на войне, которые может одним пальцем своего дельце на самом деле есть. Она просто указывает здесь Бог за рамками трансцензиента, но за рамками наших суждений. Да, он просто что хочет, то и говорит. И мы не можем это никак судить, потому что нам просто это не доступно. Для нас это зло, но для него это не зло, потому что мы не можем понять. Это замок, и зла, и добра. И ты можешь, как и то, что рекомендует жена Йова, похудит Господа и умереть, то есть отказаться от того, что говорит Иван Карамазов. Но я в таком мире жить не могу, и билет свой на рай, потом на будущее, почтительно возвращаю. Ну вот эта позиция, она такова. Есть, и может быть незначительная, но Иван свой билет почтительнейше возвращает. Да. А жена-то она как бы непочтительно возвращает этот билет. Она наоборот говорит, что она ведь почему предлагает похулить Бога? Чтобы умереть, чтобы прекратить эти страдания тупые и бессмысленные. Вот. А самоубийство вроде как не одобряется все-таки. Поэтому она предлагает ему такое действие. А ты совершил самоубийство тем способом, что похули Бога, он тебя за богохульством бьет. Но тогда хотя бы твои страдания прекратятся. То есть все-таки между возвратом билета. Потому что когда Иван возвращает билет, я думаю, он скорее стоит целиком на позиции самого Иова. Который совсем глубоким почтением к Богу стучит кулаком просто по земле и говорит «Выйдь сюда, зараза! И объясни мне! Вот мы сейчас судиться с тобой будем со всей почтительностью что она называется?» Прямо как Иван возвращает билет, так он со всей почтительностью требует явки в суд обвиняемого Бога. Поэтому тут мне кажется есть некоторая разница. Да, есть еще простое исследование воли Бога, что называется. Если ты видишь те вещи, которые он творит, ты во всем своих деяниях должен быть подобен Богу. Поэтому тебе надо отлавливать большое количество детей, допустим, соучаствовать в их пытках. Теодицея у тебя получается интересная. Теодицея даже не актеист, а злобного, не знаю, как даже назвать. Твой второй вариант, следующий. Да, я по-моему, уже все пять. Вопрос. В связи с этим вариантом, если Бог таков, он творит все, что хочет, а если ты все это смолча претерпеваешь, значит, тебе уготован рай? Предполагается, так? Да, предполагается, да, что потом у тебя все разъяснится. Вот Иван Карамазов считает, что потом мы все разъяснится. В парадигме этого веткозаветного было рассуждать? Нет, в данном случае вопрос был совершенно в новозаветной парадигме, потому что, извините, для Иова и долго после него, и до него это совершенно точно, иудеи не верили в загробную жизнь вообще никак. То есть, все, что происходило с человеком, все воздаяние за его, могло случиться только в этой жизни. Потому что после смерти это просто исчезновение. Нет, просто тогда получается, что людей покупают, да, как бы, можно купить людей деньгами, можно купить почести, а можно купить последствия воздаяния. А где же тогда любовь? Представляете, надо любить Бога, потому что вам подарили рай. То есть, это же на самом деле получается сделка. Делать сделку, да. Нет, у христианства не сделка. Нет, многие люди понимают, как сделку. Я часто сталкивался с христианами разных конфессий, какие-то течения, да, и они пытались меня убедить, что вот, ну ты, вот приди к нам, мы там, вот, ну после этого. И я, такое ощущение, что ко мне подошли несколько банд на улице, и каждый из них уговаривает, ты лучше к нам идти, нас будет получше, ну к нам идти получше, вот мы тебя защитим, мы тебя защитим, но сделка, в принципе, для большинства людей, которые не восходят к любви, ну да. сделка, это сделка, но вопрос в том, что, а если этой сделки нет, то тогда без загробной жизни всякая вера бессмысленна, потому что, сделать добро просто так, подожди, а делать добро можно и без веры. Можно без веры. Вы про сделку-то говорите, да как, что господь заключил с ребенка, которого мучает и убивает, сделку что ли, что ему потом будет хорошо? Да нет, еще здесь, зачем ты раскатывался, по-программам. Есть три отношения человека с Богом. Первое отношение из страха, вот Бог-господин, человек, это человек, он раб Божий, он почитает Бога и исполняет его заповеди, потому что боится его гнева. Ну то есть, пытает ребенка, он для того, чтобы... Подожди про ребенка, давай сначала скажу, чтобы в обоих не валить. Ребенок у тебя возникает всякий раз, как бы, знаешь, не поделать. Слизинка, да, слизинка, да, всегда. Второе отношение, это когда как праведник ведет себя, как бы праведник услышал, что Бог большую награду сулит, если он будет праведным, если он исполнит его, как бы, заповеди, то есть здесь праведник ведет себя как наемник, он нанимается господину и говорит, господин, я сделаю какое-то дело, например, в данном случае исполню заповеди. Ну ты как бы, ну наемник, естественно, рассчитывают на оплату. И как бы он из-за оплаты действует, это второе отношение. И третье отношение, только единственное христианское, да, оно состоит в том, что человек действует, исходя из божественных законов, потому что он любит Бога как отца. И точно так же, как каждый из нас любит отца, и он не отдает отчет, зачем он его любит. И то не потому, что отец ему горы посулилал какие-то, где там посулил ему дворцы, построил там награды какие-то и прочее, а просто потому, что любовь она не имеет никакого основания. Человек любит отца, потому что любит. И еще раз, и он действует согласно воле отца, потому что он не хочет осрамить своего отца, да, потому что через него на него смотрят, да, что он сын отца, да, и по нему судят об отце. Нет, Блант, давай вот разделим все-таки две вещи. Одно дело вера в Бога, а другое дело в себе. Подожди, я понимаю, что ты именно хочешь как бы заработать и здесь, и там, а я тебе говорю, что все на другом. Это не везде. А ты даже не понимаешь, о чем я говорю. Да у тебя к ней всегда один и тот же вопрос, когда разговор о Боге заходит, ты заходишь в разговор, есть ли там воздаяние после смерти или нет. Да потому что, если его нет, вера в Бога бессмысльна. Зачем человеку такой Бог? Еще раз, подожди. Я не знаю, слушай. Зачем человеку такой Бог, если нет загробной жизни, значит нет невысшего смысла человеческой жизни и невысшей справедливости. И зачем человеку такой Бог, которому двигают настоящие вещи дать не может. Зачем он ему? Зачем тебе отец? А при чем здесь отец? Отец, он такой же человек. Нет, просто сначала, только что здесь есть аналогия между Богом и Асуом. Зачем тебе отец? Он тебе ни воздаяния не может дать ничего. Давайте опустим с отца, обычная любовь. Человек любит не за то, что что-то будет после. Он просто сейчас любит. Поэтому его аргумент, то есть не булат аргумент, а аргумент христианства от любви, и зачем загробленная жизнь? Вот просто любовь, которую вот мне сейчас дана светло смотреть на мир, светло смотреть на окружающих, на ближних и дальних, и радоваться. Какое дело, что все это можно и без веры? Вот вопрос. Я хотел объяснять, зачем нужен Бог на самом деле. Дело в том, что то, что предлагает христианство, конкретно, как бы то, что изложено на Нагорной проповеди, невозможно осуществить, если не опираться на высшую силу. Это не в человеческих возможностях, на самом деле, осуществить то, что как бы требуется. Массово. 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 То есть есть люди, которые могут... Святые могут, да. Отдельные, выдающиеся аскеты, подвижники, а массово это не может быть. В современной культуре, в современной культуре, когда она уже впитала в себя все, что тогда только можно было услышать от проповедника, да, в современной литературе, ну, как бы, смешно говорить, я не убиваю, потому что есть заповедь. Или я там... Не, не, понятно. Есть заповедь. Нет, просто упование на Бога, на самом деле, есть просто ничто иное, как упование на то, что добро в этом мире возможно и осуществить. Так почему же оно добро-то так далее, возможно? Ведь любовь не предполагает... Добро, зачем там? Мы жрехом. Потому что любовь и к Богу, и к человеку. Так попусти на любовь к Богу и к человеку. Давайте я... Я люблю Бога, но я одновременно сознаю, что он являет и присвояет из себя бессовестного садиста. И по факту он, и представьте себе, ничто и у него как... Почему? Потому что дети устрадают. Стоп, стоп, стоп. Давайте прободерим. Я уже нет вопроса. Нет, давайте... Все вышли. Нет, Игорь сказал, потому что я вот отвечаю на вопрос, это как раз в тему. Как отвечает, допустим, леди, которые про децей пишут. Дело в том, что человек имеет свободу, и Бог, чтобы эту свободу не нарушить, в том числе, попускает и зло. То есть зло на самом деле от того, что человек имеет свободу и дает возможность этой свободе реализоваться. Естественно, что если я свободен, и я могу свою волю направить тебе добро и на зло, если Бог уважает, подожди, если Бог уважает мою суверенность по-настоящему, как личность, а не просто так абстрактно, да, там, типа, как бы, я, конечно, его уважаю. Попробую что-нибудь сделаю, я тебе наказал. Свободный садист, насильник, педофил, и я тебе... Я тебе детей подгоню. Подгоню детей, ты будешь насиловать, и я уважаю твою свободу, уважаю твою свободу, не предотвращу твои действия над детьми. Бог, иначе говоря, он не вмешивается вообще в земную жизнь, так? Нет, это второй вариант. Он уважает свободу Чикакила, поэтому он подгоняет, потому что я не продолжайте. первый вариант, что он сам, ну, садист не садист, но просто вот сам издевается умышленно, осознанно, как Всевышний. Второй вариант. Второй вариант. Лектор, наверное. Нет. Почему? Говорит. Второй вариант. Вот предложил Лебетевский вариант, что Бог, в принципе, контролирует все, контролирует всех людей, но уважает в них свободу. И поэтому зло происходит от свободы человека. Человек не совершенен, не все люди совершенны, но поскольку он не может так выборочно Бог подходить к свободе людей, то есть кому-то давать, кому-то не давать, он всем дает свободу, да? И от этого, то есть зло идет уже не от Бога, а от человека, а Бог просто разводит руками, потому что, ну, я дал тебе свободу, так дал свободу. Вы запомните, что как бы... Нет, это второй вариант. Да, да, да. Никто не обрисает, что есть воздаяние там. На самом деле, из того, что Бог дал свободу, и человек может все творить, это не значит, что человек ведь умирает, как вот не кумти, а это есть воздаяние. Ну, похоже, это другие. Опять в том, что ты умираешь. На самом деле, в загробной жизни я возвращаюсь, но загробная жизнь это не то, что на самом деле известно заранее, в чем она состоит. Это просто, на самом деле, есть некоторого рода воздаяние, которое состоит в том, что по делам твоим ты как бы и осудишься. Ну, как это случится? Ну, да. В чем она состоит? Рай какой-то, или в чем она состоит? Непонятно. Ну, да. Этот вопрос, на самом деле, остается в Туне. Да. В Туне остается. Поэтому Чикапилла, Ян рассчитывал, что он таким образом разрушил. И ставил галочки каждому человеку по его делам, да? И вот, значит, там свечку поставил, вот погладил по головке. Да нет, не в чем скатывался, свечка, свечка. Да нет, ну, я культрирую, ну, Булат, я просто убил, поставил, то есть он не предотвратил ничего, просто поставил себе галочку, я потом его накажу. Нет, на самом деле, я потом накажу, вот этот минус. Я смотрю, сейчас в районе люди неправославные, потому что мне приходится объяснять, как бы православный канон. В чем состоит, на самом деле, уже воздаяние, которое происходит даже на земле? Дело в том, что по согласно-православной традиции считается, что если человек творит зло, то он на самом деле как бы вредит самому себе. Потому что творение зла в православии понимается как болезнь. То есть изначально человек, это здоровый человек, да, он как бы считается, что он не творит зла, да, а зло рассматривается как своего рода это проявление болезни, да, человеческой, как бы вот, как проявление нашего влияния. Пойми, ты смотри, какая... Подожди, ну да, я скажу. Ну, такая, хорошо. Вопрос состоит в том, что он болит. Он как бы закрывает себя от Бога. Совершая зло, человек все дальше, дальше отдаляется от Бога. Ему становится все лучше и лучше. Нет, ему не становится все лучше. Ему, то есть, по сути, когда мы наблюдаем жизнь, мы видим наиболее свободными людьми, которые творят все, что угодно, и убиваются жизнью, именно подолки. Но это старая тема всех атеистов, почему верующие люди живут плохо, а вот плохие, как бы неверующие люди живут, это певающе и хорошо. Это старая тема, просто заезженная пластинка, в которой садятся все атеисты. Что это нам говорит? Ну ладно, мы сейчас не обсуждаем христианство. Мы обсуждаем варианты, в каких можно мыслить логически. Есть третий вариант, скажем... Вариант состоит в том, что на самом деле, я говорю, два варианта, вы правили. Нет, есть третий вариант еще. Есть третий вариант, что Бог, создав, вообще ушел на отдых. И мы варимся сами с собой. То есть, это такой вот эволюционизм совмещенный. То есть, вот я сейчас... А зачем нужно это слово Бог называть? Это мы природным сказали. Нет, нет, нет. А если вы выйдете, пожалуйста, мы уже остались. Ну что можно остались? Ну что можно остались? Ну сколько уже можно-то? Это Бог все-таки, Творец. То есть, можно себе признать, что ничего в принципе, нового не появляется, кроме того, что створил Творец. И он как бы только заложил что-то, и это вот как бы проявляется только. А без, скажем так, современной физики, современная наука нам не дает никакого инструмента творения. У нас нет творения. Поэтому нужен Бог. Он мог единожды создать. Что-то такое Бог отличается от взрыва этого. А потому что он ничего не творит. Как творит? Ничего. Он не появился сингулярно. Ну он не появился сингулярно. А зачем нужно что-то творить? Можно сказать, что мир-буд всегда есть. Ну мы видим, что он... Нет. В данном случае мы не обсуждаем, что вариант без Бога. Мы воспринимаем варианты с Богом. То есть, первый вариант, когда он всем управляет и сам. Второй вариант, зло от человека, Бог не вправе вмешиваться, поскольку человек дал свободу. Третий вариант, что он просто отдыхает, наблюдает, дал первый толчок такой. А во втором варианте он все-таки как-то вмешивается? Во втором варианте он хоть ставит галочки, скажем, следит. Нет, он вмешивается на самом деле. Вмешивается? Конечно. А в каких ситуациях? Почему? Вот как он решает тогда? Вот сейчас я вот этому педофилу помешаю, а вот этому не помешаю? Нет, он вмешивается как бы неизвестным образом. Почему тут обязательно педофил, у тебя ребенок может умирать от инфекционного заболевания? Ну да, хорошо. Почему? Одного ребенка смысл того, что нет. Я сейчас говорю, пути Господни неисповедимы, мы не знаем, когда он вмешивается, когда он не вмешивается. Но в любом случае, как бы и как управитель вмешивается. Естественно. А какой смысл был бы в Боге, если бы он не вмешивался? Вообще есть понятие о чуде. Нет, но тогда возникнет проблема теодекции. Почему тогда объяснить? Маленький ребенок трех лет умирает от коня, у нее даже умирает со страшного инфекционного заболевания. Маленький, хоть слез, можешь убить иди слез? Не могу. Нет, это основная проблема. Не могу. Я здесь вижу здесь. Нет, Бог Булат, это не основная проблема христианства. Мы обсуждаем сейчас именно вот эту проблему. Это основная проблема нашего обсуждения. То есть как нам объяснить поведение Бога? Задача была в теодекции, а на самом деле здесь суд как бы над Богом. Не суд. И Бог у нас там, где здесь остается, поскольку он оправдаться не может, ему только остается сказать, да, меня нет. Да, меня-то нету. Почему? Мы же можем понять... Велософские обсуждения логических вариантов. Как можно мыслить по-разному? Ничего не осуждаемый. Нет, есть совершенно нормальное мнение, которое вытекает из эмпирических фактов, что Господь просто бессовестный садист, а чикатило, грубо говоря, его наместник на земле. Слушай, мне просто для... Как я, как тот Бог, вот, у Саши свежу калочки ставлю, один вариант разрешения этих вопросов состоит в том, что Бог есть садист. Да. Второй вариант какой у тебя был? Это второй вариант то, что Бог дал свободу человеку и... Нет, 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 это то, что Булат воспроизводил Лебенца. У тебя был какой-то второй вариант. Второй вариант состоит в том, что существует не монотеизм, а существует дуализм. Существуют две противоположные ситуации, которые между собой борются. Это то, что назвал Булат гностицизмом. А, ну то есть, там не одна сила, а две силы. И борются между собой, и поэтому иногда... Ну, это более логичный такой вариант, да. То есть, когда победил Бог, светлая сила выстрелил, когда победила темная сила, умер ребенок. Ну да. И Бог как бы не виноват, он борется сам. Угу. Он старался. Да, третий вариант, который мы просто это дело никаким образом не понимаем. Мы должны это дело принять, а пути Господня неисповедимы. Понятно. Давайте я предлагаю следующее. Сейчас прервемся так вот исключительно, чтобы вдохнуть-выдохнуть, а потом я эту тему продолжу. Ну, давайте. Ахахаха. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...